И я написал к альбому, к красочному, об этой культуре, написал, я был поражен, безусловно, я был поражен тем, ну, жил и жил, да, вы что-то хотите сказать? Да, извините, пожалуйста, у меня кто-то задал вопрос, я бы не успела руку поделить, вы начали рассказывать, вообще, так, а кто такой Лусский? Объясните, пожалуйста. Отличный вопрос. Вы знаете, я вспоминаю француза, который не очень-то, а он маркиз де Кортене, значит, он в Питере, в Петербурге, на приеме у царя, значит, бал идет, И идет разговор, и Николай I говорит, вот, посмотрите, вы думаете, вот это граф, да, ну, грузинец, вернее, князь, вот это грузинский князь, да, А вот это поляк, а вот это, значит, литовец, вот это немец, да, перечисляют. И француз граф спрашивает, а кто здесь русский? А они все вместе русские. Особенность русского культурного кода, русской цивилизации заключается в том, что она настолько мощная, русский народ создал такую культуру мощную, что она стала не просто культура, она стала цивилизационным кодом для тех народов, которые приходили и вошли в это цивилизационное поле. И так складывалась Российская империя. Здесь империя не в плане какого-то негатива, а то, что она дала возможность этим народам развиваться. Ведь действительно уникально, никогда в России не ставился вопрос плавильного котла. То есть, даже если происходила какая-то ассимиляция, это был добровольный выбор людей. С одной стороны, они воспроизводили и сохраняли свою культуру. С другой стороны, они имели возможность выбора. Что такое русский? Разговариваю, вернее, веду занятия и расписываю стереотипы. Русские, чеченцы, немцы, евреи. По чеченцам мы уже узнали, какие стереотипы. Автомат Калашникова. Да? Да, пожалуйста, Ислан. Вы знаете, что в том, что он действительно висит там? Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, по-русским, какие у вас первые ассоциации? Первые, пожалуйста, вы потом... Как? Девушка. Матрешка. Водка, матрешка, болвай. Матрешка, медведь. Водка. Водка. Кто-то там... Как? Много икон. Много икон. Ага. Медведь. Православие. Водоприо. 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 Это, мне очень интересное замечание тоже, понимаете? Как и автомат Калашникова. Знаете, ребята, вот ответ на ваш вопрос. Вот когда писали, почему-то на том занятии было очень много, да и на других остальных тоже чаще всего по-русским были отрицательные, негативные стереотипы. Авось, водка, безалаберность, необязательность. Тогда я задавал один такой вопрос. Я говорю, а как получается, что вот народ с такими негативными характеристиками, которые вы сейчас перечисляете, да? И рядом идут немцы, да, педанты, значит, обязательные, значит, и все остальное, позитивные характеристики. Я говорю, а как же получается так, что вот этот безалаберный народ освоил территорию в одну шестую суши, и люди, которые на западе страны, в середине где-то на Урале, и на востоке страны, на севере и на юге, на самом деле культурно освоили это пространство. Ну, не может быть, чтобы безалаберный народ, да, с этими отрицательными стереотипами, которые в большинстве своих действительно являются, как вот профессор Мебенский, именно профессор, я его подчеркиваю, потому что интересные книги написал о мифах, негативных мифах, которые создавали Россию. И на самом деле, когда анализируешь, многие из этих стереотипов являются действительно стереотипами, созданными, они иногда совершенно целенаправленно.